МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. Вначале коротко главным. И снова вертолеты и аресты. В Дагестане задержаны трое чиновников. Купальный сезон с риском для жизни. В республике накануне утонули двое молодых людей. 24 новых служебных автомобиля, отличившимся сотрудникам полиции, вручали в МВД по Дагестану. И снова превышение должностных полномочий. В Дагестане с силовиками задержано трое чиновников. На этот раз на воздушном транспорте в Москву доставлены три заместителя дирекции единого госзаказчика-застройщика Саад Саидов, Юсуп Расулов и Магомед Амин Казахбиев. По версии следствия, они незаконно подписали контракты на реализацию инвестиционных проектов по строительству школ в районах республики. Так, противоправные действия нанесли бюджету республики ущерб на сумму 240 миллионов рублей. В рамках работы по декриминализации Республики Дагестан, проводимой Следственным комитетом совместно с ФСБ и МВД России, возбуждены и расследуются еще три уголовных дела. Как полагает следствие, в 2017 году Саидов, Расулов и Казахбиев незаконно подписали от имени Республики Дагестан инвестиционные контракты на реализацию инвестиционных проектов по строительству школ в различных районах субъекта. По ходатайству следствия, в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и планируется предъявление обвинения. Экс-глава управления Федеральной антивонопольной службы Дагестана приговорен к пяти годам заключения. Лефуртовский суд Москвы признал Курбана Кубасаева виновным в получении взятки в 2,5 млн. рублей и приговорил его к пяти годам колонии строгого режима. Кроме того, Кубасаев должен будет выплатить штраф в размере 10 млн. рублей. Ему также запрещено занимать должности в органах государственной власти в течение пяти лет. Напомним, что экс-руководитель антивонопольной службы Республики был осужден по делу о взятке. Вину свою осужденной не признал ни на следствии, ни в суде. Проделал дыру в стене, проник в магазин, разбил посуду. И все ради 10 тысяч рублей. В Ботлихском районе за кражу коммерческого объекта задержан молодой парень. Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы. Все подробности в сюжете. В содеянном задержанный сознается. Вот только для чего совершал преступление, не может понять и сам. Мол, был под воздействием алкоголя. Все бы ничего, но молодой парень ранее судим. По аналогичной статье. Правильный судим был? Да. Какой статья? Весь 91-й, 158. Это что статья? Взятка и кражу. Кражу хозяйка магазина заметила утром. Стена была выбита, на полу лежала разбитая посуда, а касса оказалась и вовсе пустой. Вот только повезло. Патима Дебергаджиева, уходя вечером, оставила там всего около 10 тысяч рублей. Утром, как обычно, пришла в магазин, сразу, уже пока шла, уже поняла, что какие-то неполадки с той стороны, заметила. Ну, зашла в магазин, а тут разгром, посмотрела, все, посуда разбита, подошла на кассу, на кассе денег нету. Девушка сразу обратилась в полицию. Прибывшие на место преступления сотрудники обследовали магазины и опросили свидетелей. Украденные денежные средства у задержанного изяли. А вот сумма нанесенного ущерба от разбитой посуды эксперты оценили в более чем на 100 тысяч рублей. В ходе осмотра места происшествия, факт проникления в магазин, принадлежащий Шабанову, сейчас от магазина подтвердился. В настоящее время продолжается следственное действие, направленное на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Патимат Ханапова, Шагрудин Халидов, Меседо Магомедова, новости ННТ, Мотлихский район. В Дагестане накануне утонули двое молодых людей. Один из них – 21-летний житель Сбербаша. Парень спас утопающую женщину, но сам не смог выбраться. А река Сулак унесла жизнь паратэквондиста Микаила Абдурахманова. Он входил в дагестанскую сборную, занимался спортом среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Отметим, что по данным МЧС, за период купального сезона утонуло пять человек, в связи с чем специалисты ведомства просят отдыхающих соблюдать меры безопасности. Проблемы жителей Хивского района выслушал начальник главного управления МЧС Республики Дагестан Нариман Казимагомедов. Министр прибыл в Хивский район, где провел прием граждан. Встреча с местным населением прошла 29 июня. К министру чрезвычайных ситуаций Дагестана с различными вопросами обратились 10 жителей района. В основном говорили о необходимости строительства детского сада в селе Кошкент и строительства нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Ашага-Ярак. Были выслушаны обращения по вопросам оказания содействия в установке искусственных неровностей на дороге Лака-Хоредж, оформление прав собственности на земельные участки и домовладения и оказание помощи в оборудовании кабинета ОБЖ в школе. Автопарк патрульной службы Махачкалы пополнился новыми автомобилями. Ключи от 24 новых служебных автомобилей, отличившимся сотрудникам полиции, вручил министр внутренних дел Республики Абдураши Магомедов. Глава ведомства отметил, что обновление автопарка необходимая часть для несения службы. Увеличение количества автомобилей позволит оперативно реагировать на сообщения о преступлениях. Восемь автомашин были выделены патрульно-постовой службе Махачкалы, еще две комендантскому полку. Остальные автомашины распределены по территориальным органам. После инструктажа правоохранители на новых машинах выехали на выполнение своей работы. Горца под таким названием в Дагестане уже в девятый раз проходит международный фестиваль фольклора и традиционной культуры. Творческие коллективы из Азербайджана, Индии, Ирана, Сербии, Чехии и многих других регионов России уже дали концерты в городах и районах республики. Например, танцевальный ансамбль «Полена» из Словакии выехал в Унцукульский район. Зарубежные гости побывали на площадке праздника «Ремесел», который проходит в рамках фестиваля. Их ознакомили с бытом и традициями горцев, а также показали, как изготавливаются уникальные изделия унцукульских мастеров. Уже позже в Махачкале в зале русского театра состоялся галоконцерт, на котором все участники представили танцы и песни своего народа. Отметим, фестиваль продлится до 5 июля. В его рамках запланировано еще много красочных мероприятий. Далее прервемся на краткий блок новостей в рубрике «Дайджест», а затем продолжим. Не переключайтесь. С 1 июля в России изменились правила продажи молочных продуктов. Отныне молоко и молочные продукты, не содержащие в своем составе заменитель молочного жира, должны стоять на отдельной полке. Помимо этого на такой продукции будет стоять соответствующая пометка. В среднем каждый житель Дагестана платит за услуги ЖКХ 450 рублей в месяц. Больше всего коммунально обходится в Магаданской области, это 3500 рублей. В среднем по стране услуги российским гражданам обходятся почти в 1500 рублей. В Дагестане до укусов клещей пострадало 700 человек, среди них 300 детей. Больше всего обращение от жителей Махачкалы, где укусом подверглось 184 человека. Также большое количество пострадавших зафиксировано в Кизлярском и Хасаюртовском районах. В столице Ирана появится памятник народному поэту Дагестана Расулу Гамзатову. Памятник будет установлен на территории университета имени Аламета Батабае в ходе Генеральной ассамблеи Ассоциации университетов прикаспийских государств. Мероприятие запланировано провести в Тегеране в октябре текущего года. И немного о спорте. Боксер-муслим Гаджи Магомедов завоевал золотую медаль европейских игр. В Минске дагестанскому спортсмену не было равных в категории до 91 килограмма. В финале воспитанник Рашидбека Ахмедова взял верх над белорусом Владиславом Смегляковым. Таким образом, Гаджи Магомедов стал единственным россиянином, кому удалось выиграть золото Евроигр по боксу. Отметим, что эту награду наш боксер завоевал на глазах у президента России Владимира Путина, который присутствовал на финальных поединках. Медаль муслима Гаджи Магомедова стала сотой для сборной России на играх в Минске. Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин